итак всем привет с вами арсений основа наша супер мега мини мастерская вот итак на сегодня у нас по плану заказ вот на такие у кбшки тех у кого есть лодки занимается рыбалкой с них то несомненно узнают это держатель спиннинга получается в двух вариациях конечном результате сюда еще вставляется держатель для спиннинга под углом 45 градусов 30 30 40 градусов там получается 32 градусов вот и непосредственно сейчас мы будем делать вот такую вот штукенцию вот принципе ничего сложного новость тем учетом что заказали их не одну штучку вот придется заморочиться снова вот итак я не буду там как обычно много-много всего рассказывать могу сказать что фанера у нас ламинированная финская получается толщиной 24 миллиметра 1 2 а вот сейчас мы будем напиливать заготовки 12 сантиметров 10 сантиметров потом спиливать все под углы вот проходить круглой фрезой выборку под электрос потом это все скручивать стягивать потом делать пропел ну наверное все немножко поподробнее уже в процессе самой работы поехали и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, нам теперь нужно сделать на заготовке шириной 10 см, в угол 21 градус спил, и 12-сантиметровый 38 градусов спил, для того, чтобы они потом состыковались. В принципе, ничего сложного. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, следующий этап у нас это формирование вот этого круглого отверстия под электрос. Вот. Для этого мы делаем в каждой половинке вот такую вот выборку полукруглой фрезой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, вот, есть запас, чтобы, вот, есть запас, чтобы данная у нас достаточно свободно передвигалась по этому отверстию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я ее настраиваю. Так как деталюшек у нас достаточно большое количество, их получается по 22 сейчас заготовки, итого 40 штук. Естественно, каждую прижимать. Это не только руки устанут, но и все остальное отсюда вытекающее. Поэтому сделана вот такая вот прибамбасина приспособа с колесиком. Здесь у нас обычная петля. И здесь непосредственно прижимной барашек, которым мы, в принципе, и пользуемся. Сейчас покажу, как я ее устанавливаю. И ее функция умна. Итак, колесико я устанавливаю непосредственно над самой фрезой. И сверху я ее просто к упору правильному прикручиваю. Теперь она у нас... Она у нас достаточно надежно зафиксирована, и колесико у нас совершенно свободно ходит. То есть, если мы запускаем сюда заготовку, колесико упирается в верхнюю часть и имеет свой прижим. Естественно, за один проход я такую глубину не беру фанеры, потому что вылет должен быть порядка от 5 до 6 миллиметров. Ну вот, я делаю проход за 2-3 раза. Ну, в принципе, сейчас посмотрим, как я все это делаю. То есть, я делаю один проход, поджимаю барашек, еще один проход, еще раз поджимаю барашек. Ну и так 2-3 прохода. Тем самым я не нагружаю фрезер свой. Вот. И получаю необходимый мне результат. Поехали. Посмотрим, как это на деле. Смотрите, получается, достаточно ровный пропил и глубокий. Вот, что, в принципе, нам и нужно. Вот. Поехали дальше. КОНЕЦ Ну и теперь ту же самую процедуру мы делаем уже с ответной частью, которая идет сверху, чтобы у нас в конечном итоге получился вот такое вот отверстие из двух частей, диаметром 10 мм. Поехали! Так как на некоторых лодках электрос у нас получается не на расстоянии шириной не 25 мм, а 35 мм, часть заготовок я делаю универсальными, то есть я дополнительно делаю еще одну выборку на расстоянии 35 мм от края. Восстанавливаем фрезу и продолжаем те же самые действия, что и делали до этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...